Итак, в этом видео мы посчитаем на действие цитробежной силы маховик диаметром 1 метр весом 287 килограммов. И посмотрим, не разрушится ли он, если его раскрутить до 100 оборотов в секунду. Итак, вот наша 3D-модель. Для начала нужно определиться системой координат. По умолчанию локальные оси конечных элементов будут сориентированы в глобальной системе координат. А я хочу для спиц получить радиальные напряжения, а для обода круговые. Поэтому нужно будет добавить цилиндрическую систему координат. Для этого в файл задачи добавим строку ориентация, в которой укажем две точки А и В, через которые пройдет ось вращения системы координат. При этом локальные оси Х выстроятся вдоль радиусов. Таким образом нормальные напряжения по ХХ станут радиальными, а по УУ круговыми. Теперь переходим в МКР. Добавляем контейнер с расчетом. Создаем сетку конечных элементов. В свойствах сетки ставим желаемое число разбиение кривой. Желаемое плотность сетки и генерируем сетку. Добавляем материал. Пусть это будет сталь. Добавим закрепление. Ступицу нужно зафиксировать по XYZ. Добавим собственный вес. Теперь добавим центробежную силу. Пишем частоту вращения. Указываем тело вращения. Указываем ось вращения. И может быть любая линия. Все готово к расчету. Идем в Calculix. Нажимаем записать файл задачи. Далее отредактировать файл задачи. Находим строку с материалом. Добавляем систему координат. Пишем координаты точки А и точки Б. К набору Solid Section добавляем название системы координат. В конце не забываем сообщить Calculix, что мы хотим получить результаты в локальной системе координат. Сохраняем изменения и запускаем расчет. Теперь посмотрим результаты. Как видим, при 100 оборотах в секунду напряжение уходит далеко за предел прочности стали. Так что наш маховик не просто разрушится, а буквально аннигилируется. Ну и напоследок посмотрим на из-за поля радиальных и круговых напряжений. На этом всё. Дякую за увагу. Продолжение следует... Продолжение следует...